офигенский вообще а давай фото для мамы а вау а хасл 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 бэйби в общем обычно когда ты приезжаешь на крупнейшую выставку в китае как кантонская ярмарка ты можешь просто пойти в зону регистрации и зарегистрировать себе вот такой вот бэйдж и этот бэйдж будет для тебя пожизненным на по крайней мере на серии кантонской ярмарки это пожизненный бэйдж вот мой был сделан когда мне было 23 года видите такой молодой прыщавый парень вот сейчас через 10 лет ничего особо не поменялось ну пап поменялось вокруг появились новые павильоны когда ты приезжаешь со мной ты как белый человек сразу получаешь бэйдж при встрече видя тысячи и сотни тысяч предпринимателей задаешься вопросом зачем они сюда приехали вы сейчас увидите что происходит внутри задавайте себе вопрос зачем эти люди сюда приехали все просто лучшее время начать бизнес китаем это сейчас гуанжу просто притягивает самых известных предпринимателей сюда приехал даже оскар хартман очень известный предприниматель из россии вот посмотрим что он здесь делает пойдемте оскар хартман новый для большинства он известен как учредитель и создатель компании купи вир у него есть бизнес-клуб и аквим мои друзья недавно стали представителями в украине вообще он предприниматель выступает на синергии вот и много чего делает сегодня он еще и блогер ну и сегодня всем интересно поговорить с миллионером миллиардером я думаю я хочу построить я хочу чтобы текущая компания вошла в топ-10 петель компании мира это моя цель всегда имеется самое худшее состояние это бесцельное состояние это нас мугая когда мы в университете учились ты должен вот с кем ты хочешь стать жизнь очень большой вопрос я например стал блогером ведь но он мог подумать но бы мог подумать что я буду говорить не забудьте ставить колокольчик все хотят заниматься только прикольными вещами а все остальное дать но мне кажется это неправильно когда ты хочешь себя освободить от некомфортных действий надо себя освобождать от того что ты делаешь плохо из того что я делаю 90 процент того что я делаю мне не хочется делать я тоже сижу за экселовскими таблицами с часами пытаюсь понять потому что если владелец бизнеса не в цифрах не в деталях это очень болезненно надо сидеть иногда сфокусировано три часа и копаться и моделировать делать я делаю очень много вещей которые я делаю продажи я во всех своих компаниях я всегда делаю продаж 25 процентов времени люди рекрутинг и включение людей не просто рекрутинг а он бординг включение это очень большой это что-то новое вау а ты посмотри нет вот офигенная которая пузыри пускают она реально офигенная а где ее коробка слушайте вы понимаете как как она будет продавать снимаешь видео как летающие феи продавали одно видео блин класс how much is it два с половиной доллара офигеть can we buy one sample here офигенский вообще блин надо было бы у них выпут загонить это это прям это прямо но часто когда ты хочешь найти какой-то интересный товар или новую тему но для себя в не совсем хорошо известной ниши то ищи места где собираются большое количество людей если их что-то привлекло возможно там и что ты для тебя а самое главное искать искать такие группы на выставках но это непосредственно решение для выставки ты искать такие группы на выставках вот которая ищет что-то тематическое особенно там в теме одежды или кожга лантереи всегда можно найти там группы итальянцев которые здесь ходят вот и что-то отбирают и ты можешь просто взять то что они отбирали себе выбрать и скорее всего это зайдет на твоем рынке просто ребята на кикстартере уже выкладывают второй или третий раз похожий пример в чем идея создали конструкторское бюро которые рисуют крутые дизайны и потом это превращают вот такие вот конструкторы вот и второй раз уже собирают там куда сумасшедшую сумму вот очень крутая тема развивающая сегодня когда дети наши с вами сидят за компьютером нужно что-то чтобы их отвлекало и это хороший пример по хорошие примеры бизнеса до основная идея в том чтобы тот бизнес какую-то пользу создавал вот это пример создания пользы привет здравствуйте можно можно раньше я когда я приехал я думал что какие тупые тупой народ почему они переходят вот буквам а вот китайские иероглику можно живот пениным расшифровать но они не делают уважать истории уважает вот себя не вот поэтому нравится вот только только я понимаю почему они вот не перешли вот на это на буквы самые вот образованные здесь обычно образованные вот вышел высшим наобразованием они знают пять тысяч евро на самом деле где-то 50 тысяч евро на да это у всех так но и на даже китайцы у них вот есть четыре тонн даже китайцы иногда вот сами не разбираются тонна например есть она у них вот а а а а и а вот а в витнаме сколько восемь восемь тонн и витнам вообще 4 тонн и язык похож на где-то здесь есть 50 диалектов и это 50 диалекты еще разделяется между такой где-то 500 в общем сложности вот поэтому двора свой язык поэтому деревне свой язык они вот друг друга есть даже вот я слышал что есть деревне друг друга не понимают большие успехи делаются исключительно исключительно сильными они даже не то что исключительно идеальные они просто не нормальные не стандартные да они как бы они выделяются от общей массы мире есть только 5 миллиард долларов плюс компаний только 5 тысяч 5 тысяч миллиард долларов плюс компаний только 5 тысяч в мире есть сколько людей которые получили медаль на олимпийских игрок за всю историю намного больше чем 5 тысяч кто становится олимпийским чемпионом в каком-либо спорте это люди немножко чокнутые да ты же понимаете да это же и просто так в комфортной жизни не станешь олимпийским чемпионом делать что хочешь из-за этого в бизнесе то же самое ребята мы как-то короче высадились путешествовали по китаю это тебе не выставка мы высадились где-то в горах там таких холмистые горы называется поселок уйлин мы туда приезжаем и там чьи-то поля ну крестьян китайцев мы зашли лилии там начали фотографировать прибежать китай прибегает китаянка и говорит так каждый по 20 юаней фотографировали мои линии лилии быстро я тебе говорю она просто возвращала визжала короче била на произошел небольшой фейл значит рядом с кантонской выставкой залом c есть регистрация регистрация участников вот осмотрите прямо созданием прямо созданием кантонской выставки да вот видишь вот как он сказал другая выставка называется и w tsi и там же зона регистрации некоторые люди думают что зона регистрации там это регистрация на кантон и там красивый указатель регистрация покупатель они идут все туда такие регистрируются заходят такие но там маленький павильон ходят ходят говорят тю а где же кантонская выставка она же вроде бы больше а вы чуваки не в тот павильон просто пошли китай это всегда был большой объем это значит что целый город может заниматься производом света это люстры лампочки целый город может заниматься производством мебели или целый город может заниматься производством посуды и часто здесь на огромных выставках китая ты можешь встретить несколько процентов того производства которое расположено здесь китай вот это новая ерунда это новая игрушка такая которая скорее всего себе сети подхватят и будут нам рассказывать как это безумно круто это эволюция magic трека вот это прикольно смотри ты собираешь с ребенком конструктор где у нас же очень круто зашли деревянные конструкторы ну прям огненно ты собираешь раскрашиваешь блин прикольно этого не было это новое и вот этих вот животных не было 2 доллара 2 доллара димам всегда везет димам бесплатно дают подарки дарят розовых нет я на самом деле в душе очень теплый добрый мягкие и розовый япония китай это страны в которых очень легко людей организовать системы которые воспроизводят одни и те же действия соответственно германия очень легко просто куча людей засунул склад и они автоматически создают процессы даже ничего не говорить не надо у них все будет линиями нарисовано я работал на складе в германии там линии где надо ходить вот так надо ходить а когда там обычно стоит какой-то аппарат а его нет я пошел вот так меня останавливать нет говорит по линии я говорю там ничего не стоит я хочу сократить угол я хочу так нет даже если нет логики ты будешь ходить по линии хорошо и все ходят по линии нет логики германии а в россии в россии я сделал склад сделал линии все по безопасности чтобы никто не умер прихожу на склад без шуток чувак идет зарисована линия он сходит с линии заходит опять на линии и вот так идет зигзаком я подхожу говорю почему почему это он ведь я ненавижу эту линию я не хочу по ней ходить это конечно шутка шутками какая-то правда мы там есть конечно все равно в россии можно организовать процесс но склонность людей очень свободолюбивые очень креативные любят изобретателей в россии очень много изобретатель креативных разрушителей имена у них такие смыслом и например большой высокий высокое облака вот как бы вот так переводится и образ образ вот такие вот например сайт свои и все там три иероглифы все иероглифы это означает например сайт овощи свои дорогой облако правило в обществе где уже определенный уровень достатка пройден да это разбираться там яхта в часах здесь каллиграфии это тоже определенный ключ в более высокое общество слушая я в шестом-седьмом классе меня мама брала в дубай тогда же все наши поехали это был 96 97 год дубай и да и она меня брала потому что я знал английский я учил в школе английский я хорошо говорил по-английски я короче ходил договаривался закупал футболки насыпью баулами майки короче торговался с этими сарабами по полной программе почему у мировых брендов получается делать крутые товары в китае и дело так чтобы мы стояли за ними в очереди я вам сейчас покажу смотрите вывеска профит там иди сюда вот как думают китайцы ну как китайцы думают говорят ну смотрите как бы люди же отсюда идут смотри как красиво и красиво но когда мы оттуда идем смотри как бы не очень правда вот это то что часто новички не понимают в китае а большие компании бренды или те кто начинали когда-то с китаем они осознали да что китайцы ну как бы они однобока смотрят ну то есть им нормально и нормально вот а нашему человеку так не зайдет те кто готовы дорабатывать что-то что делают китайцы те будут получать сверхприбыли те будут создавать новые продукты для рынка и получать огромную прибыль маржинальность и и будут не конкуренции это прикольно кстати большая редкость на кантоне сразу увидеть что-то качественное при этом качественно упаковано в маркетинге в картинках в дизайне без всяких торчащих элементов гладкая вот это хороший пример у меня вот номер гонжовский номер мой номер стоит дороже чем машина как минимум мой номер стоит 20000 долларов машина это 15 много а почему так это гонжовский номер гонжовский номер очень сложно получить почему в чем его ценность не дает сейчас очередь помочь чтобы ездить ценность всего что ты можешь есть номер получить надо вот чтобы очередь стоял к если у тебя нету гонжовского номера ты не можешь тут ездить да не пока ей пока можно но через года два ну или три очень сложно будет определенное время время нельзя будет ездить по городу тойоту здесь сразу собирают даст toyota honda nissan все это три завода гонжу гонжо нет мотоцикла не выезжать нельзя гонжо пекин шанхай вот таких городах нельзя больше только полиции потому что только полицейского и очень много дтп не очень да у меня нету людей с которыми работают которые наемные они все соакционеры моих компаний это абсолютно меняет это абсолютно меняет обстоятельства вот вы можете на кантонской быстроте понаблюдать и посмотрите кто там самые активные и самые сфокусированные на работу просто понаблюдайте кто работает как лошадь каждому это владельцы а вот сразу видно кто закупки делает часто они там уже кофе сидят я пьют а ну такие могут и так далее но это же понятно нет ничего в жизни более мощного чувства что ты владелец владелец ничего мощного твоей более мощного нет из-за этого если ты хочешь у тебя были сильные партнеры которые делают то что ты делаешь они должны быть с тобой в одной лодке а есть такая тема хрен вообще не продаются сейчас мы тебя за клипсуем белоруссии вот это кофе все отлично